В следующей лекции мы рассмотрели вопросы в общественно-экономических форматах. Теперь у нас вопрос о классах. Почему о классах сейчас? Потому что в каждой формации по-разному разделяются люди. Вот мы уже обнаружили с вами, что была общественно-экономическая формация и первобытная, классов там не было. А чего там не было? Там не было разделения людей по положению в производстве. Было там разделение людей или все были на равных? На равных. А когда появился рабовладельщик и способ производства, то появилось разделение людей на каких? На тех, которые являются рабовладельцами и на тех, которые являются рабами. Вот это разделение по какому принципу? По принципу положения в производстве. Одни – собственники средств производства, а другие – люди, которые должны трудиться в этом производстве и подчиняться распоряжениям собственников средств производства. Вообще деление на какие бы то ни было классы – это такой распространенный прием в науке. Потому что наука, сначала любая наука накапливает факты. Изучает, изучает, изучает эти факты, набирает, набирает, набирает о том предмете, который она изучает. А потом на основании изучения этих фактов начинает классифицировать. Ботаника классифицирует растения. Правильно? Здесь какие есть растения? Есть деревья, есть кустарники, есть трава. Банан – это что? Кустарник? Скорее, ближе к траве. Как известно, одногодка, однолетняя и так далее. Есть бахчевая культура. Есть определительные растения, там другие из класса. Одноцветные, многоцветные и так далее. Есть хвойные. Деревья. Есть листьяные деревья. Листья – это листьяное дерево или хвойное дерево? Ну вот есть границы такие, да? То же самое, если вы возьмете животный мир. Как делят, классифицируют, тоже ищут признаки, по которым разделить надо всех животных на разные классы. Классифицируют. На животных позвоночных, без позвоночных. Мы с вами к каким относимся? Вот о черве. Вот червей гораздо больше, чем нас с вами. Если взвесить всех червей и всех позвоночных, то выяснится, что червей гораздо больше на земле. Но эти несчастные черви их все поедают, там птицы их поедают, рыбы их поедают. И так вот получается такая пирамида, что чем сложнее организация, тем меньше этих особей в этом классе. Ну и это тоже все структурировано, хотя вот есть такие объекты или предметы, которые невозможно отнести к какому-то одному классу. Вот утконос, он у него нос как у утки, а он вообще-то животное, да? Вот. Или там кенгуру. Она тоже очень выделяется, потому что в отличие от всех животных, которые так или иначе детенышей, кто в зубах носит, кто на себе носит, а у него отличная сумка впереди. И там, значит, эти самые младенцы, кенгуряты прекрасно себя чувствуют. И тут и мама, и тут и они. А мама на задних лапах скачет, а передние у нее, так сказать, такой функции не выполняют. Красота. Есть деление по тому, как воспроизводится потомство, скажем. Яйца откладывают птицы, и потом высиживают. А есть такие животные, которые тоже лупляются из яиц, но не высиживают. Это кто такие? Есть такие животные, которые откладывают яйца, но не высиживают их. Не знаете? Чего? Животные. Крокодилов видели когда-нибудь? Что, крокодилы сидят на яйцах, что ли? А куда они девают эти яйца, когда снесут? Закапывают горячий песок. Они так в этом песке, нагреваются. А что над ними сидят? Зачем курица высиживает яйца? Греет. Она высипывает себе тут все. На груди. Некоторые так вот хотят высиживать, что прямо выщипывают, их даже привязывается. У меня тетка в деревне, например, привяжет эту курицу, чтобы она себя раньше времени не выщипывала. И сидят очень сильные. Птицы сидят на яйцах, а крокодилы нет. А черепахи? Видели черепаху, которая сидит на яйцах? Что она забудет сидеть? Она там, панцирь у нее. Но это другой способ воспроизведения потомства. Они все отличаются. Короче говоря, в разных науках идет разная классификация. Почему? Потому что если вы накопите тысячи, миллионы данных об этих животных или растениях, или о других объектах, ну как вы будете это изучать? А сколько людей у нас сейчас в мире? Сколько? Считали? Ну примерно хоть. Больше 7 миллиардов. Больше 7 миллиардов. Ну представляете, 7 миллиардов, как это можно изучать, 7 миллиардов? Вот если человеческий волос увеличить в миллион раз, какой высоты будет? Как вы думаете? Не знаете? Пятиэтажное здание будет. Просто человеческий волос в миллион раз увеличить. А тут миллиарды, 7 миллиардов. Немыслимо. А когда на классы поделили, раз, два, по какому признаку? По положению в производстве. Вот и получается, берем первобытную общину и коммунизм, там деления на классы нет, раз, без классового общества. Когда мы берем феодальное общество, простите, рабовладельческое общество, класса два. Но там есть свободные граждане, которые не туда, не сюда. Вот они как бы средние. Они, средств производства у них таких нету для того, чтобы содержать рабов. И рабов у них нету. Они свободные. А два класса основных, а это как бы классы не образуют эти свободные граждане. Рабы и рабовладельцы. Феодальное берем общество. Кто у нас? Какие классы? Помещики, то есть феодалы и крепостные. Берем буржуазное общество. Во всяком буржуазном обществе три класса. Какие? Буржуазии – раз. Рабочий класс – два. И есть еще такой класс, который, а, сам трудится. Это люди, которые трудятся сами и живут своим трудом. Но своими средствами производства никому не нанимаются, не становятся наемными рабочими и не могут эксплуатировать, потому что у них средств. Нет ни фабрик, ни заводов, нет таких средств, которые могут служить средством для эксплуатации других рабочих, других людей. Вот этот класс называется – это мелкие хозяйчики, работающие на рынок. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок, называется мелкие буржуа. Мелкие буржуа. Вот мелкие буржуа – это не маленькие буржуи. Потому что буржуи, то есть капиталисты – это люди, которые живут трудом наемных работников. А эти люди сами трудятся, и они даже могут привлекать какое-то количество наемных работников. Но если они в основном живут за счет своего труда, то они относятся не к классу буржуазии, а к мелкой буржуазии. И вот эта мелкая буржуазия несчастная, ее все поддерживают. Вот скажем, вы можете судить по нашему российскому обществу. Мы должны поддерживать мелкий бизнес. Потом вдруг выясняется, что у нас в государственной собственности, на предприятиях государственной собственности уже сейчас производится 70% ВВП. Какой мелкий бизнес? Как вы думаете, самолеты ПАК-ФА, новые, пятого поколения, они могут в гаражах производиться? Или на коленках, или вот в этих ларьках, в которых делают шаверму. Говорят, мелкий бизнес нас спасет. Как он нас спасет? У них даже туалета нету. Там ведро. Какой... Говорят, у нас цифровая экономика. Это цифры они считают. Сколько я продал помидоров? Мелкий бизнес, он, с одной стороны, уничтожается. Мелкий буржуак капитализмом, как они уничтожаются? Поскольку крупное производство, машинное производство, более прогрессивное, оно производит более дешевую продукцию. Оно производит более дешевую продукцию, чем мелкий бизнес. То есть, вообще, государство должно поддерживать передовое производство или отсталое? Как вы считаете, товарищи журналисты? Вы как вот будете советовать? Поддерживать отсталое или поддерживать передовое? Что-то вы задумались. Наверное, отсталое хотите поддерживать. Жалко вам их. Но это же экономика, капитализм. Как можно жалеть отсталое производство? Мы будем прогрессивной стороной или будем себя прозябать в отсталости? Представляете, как авторучки это делают? Вы еще не помните того времени, когда заряжали вот эти... Эти авторучки заряжали пастой. Не помните, на зарядку. Сейчас кто-то будет заряжать. Они вылетают со страшной скоростью. Роторные технологии. Вылетают... Так, летят просто. Стоят они гроши. Это очень выгодная производство. Сосиски. Вы думаете, что каждую сосиску заворачивают. Да, машина там вылетает. И сосиски... Точно так же, как хотите патроны, хотите макроны. Роторные технологии. Значит, одна операция делается, переходит на другой ротор. То есть она вращается. Вторая операция делает, переходит на третий ротор. И они, как в Солнечной системе, их закрутили быстрее. И с огромной скоростью вылетает оттуда. Это не роботы. Роботы... Представьте, робот. Это как человек, который вот так делал, брал, поднимал. Раз, 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 и отвалилась рука. А если это роторные технологии, то там скорость повышается, и все совершается быстрее. Как в Солнечной системе. Роторные технологии более передовые. О них меньше говорят, как всегда говорят. О самом хорошем меньше говорят. Ну, журналисты должны искать самое хорошее передовое. А все нам рассказывают про каких-то роботов. Роботы хороши где? На атомной станции пойдут в зону, где радиация. И там мы эти стержни будут переставлять. А вы будете через толстый стекло смотреть и управлять. Там это хорошо. Какова судьба мелкобуржуазии? Это же не основные классы. Не основной класс капиталистического общества. Мелкобуржуазия разлагается на буржуазию и рабочий класс. Вот, скажем, в капитале у Маркса никакой мелкобуржуазии нет. Там есть собственники средств производства, капиталисты, и рабочие, и все. Почему? Ну, потому что это вот класс, который по своей судьбе должен в основной своей массе упасть в ряды рабочего класса. Почему? Потому что их разоряется, а остаются на плаву единицы. Из ста человек мелких буржуа, ну, два человека могут стать капиталистами, а 98 станут рабочими. А каковы интересы мелких буржуа? Ну, они тоже противоречивые. Вот, с одной стороны, каждый мелкий буржуа, если он мелкий буржуа, он же работает на рынок с целью получить больший доход. Плох тот мелкий буржуа, который не хочет стать капиталистом. Поэтому его идеал стать настоящим буржуа, нанять рабочих и вот зажить другой жизнью. А на практике? А на практике получается так, что из ста 98 опускается в ряды рабочего класса. Но некоторый ренессанс мелкобуржуазного класса происходит в эпоху монополистического капитализма. Пока была эпоха свободной конкуренции, капиталисты сражались друг с другом. Каким путем? Цены понижали. Вот вы красивее и моложе. А если я пирожки сделаю дешевле, чем ваши, на 15 копеек, вам не пойдут, а пойдут у меня брать. А вы тоже снижаете. Я тоже снижаю. И так я доснижался, что вы прогорели. Я тогда взял и поднял цены вот так. Потому что вас уже нет, никто со мной не конкурирует. И тогда появились вот некоторые граждане, которые тоже стали печь пирожки. Потому что по таким ценам и вручную можно сделать пирожки и тоже получать какой-то доход. То есть получилось, что переход к монополистическому капитализму, связанный с ростом цен, при чрезмерном ростом цен, привел к тому, что стало возможность существовать снова мелким буржуа при таких ценах. И они существуют. Ну а разговоры о поддержке мелкого бизнеса, это всегда, прежде чем, когда кого-то топят, обязательно рассказывают, что мы хотим его искупать. Потому что как-то, ну как вот у нас поддерживали, если вы помните, в Ленинграде у нас стояли ларьки у каждой остановки. Ларьки это же не аренда помещений в зданиях, они не такие затраты на аренду. Поэтому там дешевле все было. Вот человек вышел из трамвая, купил себе то, что нужно, тут же и пошел домой. Потом с подачи нашей дорогой Валентины Ивановны Матвиенко, пришли люди с болгарками и поддержали этот мелкий бизнес. Сказали, вот посчитали на каком расстоянии, если он стоит на расстоянии 5 метров от трамвайной остановки, так, говорит, все, которые ближе 6 метров, порезать. Вроде как против мелкого бизнеса не выступали. Просто вот обеспечивали безопасность транспортную. Раз, и жык, и не стало их. В Москве совсем недавно была целая история. Оформлены были участки в собственность, там земельную, или в аренду долгую. Все разрешительные документы, все подписано. Приехали с бульдозерами, экскаваторами. И это все около метро, расчистили. И говорят, надо поддерживать мелкий бизнес. Надо. Но, говорит, поддерживать не будем. Поэтому, когда мы слышим эти бесконечные разговоры, мы должны понимать, что судьба этого класса мелкого буржуазии, ну, это класс промежуточный, он, и судьба его такова. Он должен разделиться на основную часть рабочих и малую-малую часть, которые все-таки как-то попадут в разряд буржуазии. То есть, два основных класса в капиталистическом обществе буржуазии и рабочий класс. А мелко-буржуазии вот такой переходник, который поэтому является естественным союзником рабочего класса. Ему выгодно и то, и другое. Поэтому он к кому присоединяется? К сильному. Вот если вы будете побеждать, вот с ней боретесь. Если я мелко-буржуазий, кого должен побеждать? Вас, конечно. Вы же ее побеждаете. И тут вдруг она берет верх, да зачем я вас буду поддерживать? Она же придет в власти, надо ее поддерживать. Я начинаю ее поддерживать. Поэтому как завоевывается этот самый мелко-буржуазный класс? Он завоевывается правильной политикой. Вот как большевики. Говорят, вот большевики, они заставили Россию перейти. Ну, как какие-то большевики, 40 тысяч человек заставили, могли перейти к социализму? Это смешно. В России мелко-буржуазная страна. То есть там есть в ней уже развитой капитализм, и даже элементы монополии были в начале века. Но в целом страна, Россия была страной, в которой очень многочисленный был класс, мелко-буржуазий, крестьянство прежде всего. И вот крестьянство, у него требование было ярко выраженное и записанное, выраженное эсеровской партией, что крестьяне требуют, что сделать? Разделить всю землю по едокам. Вот они требуют, требуют, никто не хочет это требование выполнять. У большевиков была своя программа. Какая? Вот у крестьян отрезали землю, помещики, в 61-м году отдать эти вот отрезки, то, что отрезали, вернуть обратно крестьянам. И второе – коллективизировать сельское хозяйство. Поскольку вопрос стояла революции о поддержке рабочего класса крестьянством, то большевики решили пойти навстречу требованиям мелкой буржуазии. И приняли не свою программу стали реализовывать, а программу, которая была записана эсерами. То есть программу передачи всей земли, бессрочное, безвосвязное пользование с разделением по едокам. Если у вас в семье 11 человек, вам 11 долей. Если у вас 8, 8 долей. У меня 4, мне 4 долей. И всю землю, помещище, всю разделить, всю землю разделить по едокам. Казалось бы, вот прошла буржуазная революция в феврале. Что должна сделать буржуазная революция? Она должна лишить собственности феодалов, правильно? Это же буржуазная революция, это же против феодалов же направленная революция, правильно? Ну и как наша буржуазия решила задачу эту? Не решила. Она решила, что ее задача гнать крестьян на фронт. И что она сделала? Она вооружила крестьян. Вот когда вы смотрите плакаты революционные, плакаты 17-го года, что мы там видим? Крестьянин везде с винтовкой. Кто ему дал такую винтовку? Кто? Буржуазия. Буржуазия дала крестьянину винтовку. А партия рабочего класса, большевики, сказали, что вот у вас винтовка есть, мы принимаем вашу программу разделить землю по едокам. И одним из первых декретов был декрет о земле. И эта мера решила судьбу революции в России. У кого должен был поддержать? Как вы думаете, крестьяне поддерживают большевиков, потому что любили Ленина? Или им понравились большевики? Особенно, когда они про Доразгорску проводили, понравились, наверное, да? Как вы думаете, почему? Потому что большевики реализовали вековую мечту крестьянства. Более того, они прямо реализовали наказ крестьянский, который, наказы их, и по этим наказам была составлена программа разделить землю по едокам. И сказали, делите сами, сельские советы создавайте, делите, разделяйте, и все. А прочность этого союза рабочего класса и крестьянства, то есть мелкой буржуазии сельскохозяйственной, как проверялась? Гражданской войной. Вот если я захватил власть, а у вас отобрал, кто теперь заинтересован в гражданской войне? Вы или я? Вот у меня власть уже есть. Мне нужна гражданская война? Нет. А вы ее потеряли. Кто начнет гражданскую войну? Ну, тот, кто ее потерял. А какова судьба этой гражданской войны? Ну, если крестьяне получили от большевиков землю, они за кого будут поступать? За большевиков. Ну, причем надо сказать, что буржуазия не только вот оказалась довольно глупой у нас, которая не отняла собственность у фяда. Кто отнял собственность, вы получили бы из рук буржуазии, вы были бы ей по век благодарны. Правильно? Нет. Буржуазия не занималась тем, что отобрать. Она гнала солдат на убой, на войну. И ввела смертную казнь за то, что солдат, если уходит с фронта, смертная казнь. К чему это привело? Это привело к тому, чтобы, можно сказать, буржуазия сама отдала вот этот класс в поддержку большевикам. Поэтому, когда началась гражданская война, а началась гражданская война таким образом, что ведь не просто добровольческие армии воевали. А как это происходило? Сначала были красногвардейцы, белогвардейцы и красногвардейцы. Но, как показало развитие событий, без мобилизации дело не пройдет. И вот происходит мобилизация. Пришли мы в вашу деревню, белый. Так, пойдете в белую армию записываться? Чего? Не пойдете? Да, вот к стене. Выведите, пожалуйста, ее там и расстреляйте. Так, вы пойдете в белую армию записываться? Тоже выведите, она долго думает, туда тоже выведите и расстреляйте. А вы пойдете в белую армию записываться? Тоже не пойдете, и это тоже нам не нужно. Ну, вот одна вы пойдете. Хорошо. Так, в соседнюю деревню пришли красные. Так, в красные, вот у вас девушка в красной кофточке. В красную армию вы пойдете? Чего? Не пойдете? Не слышу. Так, вот ее выведите, пожалуйста, туда, к стеночке. Вы пойдете в красную армию? И вас туда. И вас туда. Короче говоря, вот так мобилизовали. В разных, вот, пришли в одну деревню. Соседние две деревни. Одну белую, другую красную. Этих пошли в красную армию, другую в белую. Ну, а дальше стрельба будет с той стороны. А уже когда друг в друга постреляли, как вы понимаете, потом уже это все закрепляется. Вы в наших стреляли, мы в ваших стреляли. Ну, и дальше читайте Тихий Дон. Этот Григорий Мелехов, он уже и в белой армии был, и в красной армии был. А закончил в какой армии? Мелехов, где закончил свою гражданскую войну, свою деятельность вооруженную? В белой армии, в белой. Белогвардейцем он по итогу стал. Вот на этом основании некоторые деятели литературные стали доказывать, что Шолохов вообще написал белогвардейский роман. И дошло это дело до Горького. А Горький устроил встречу в составе Горький, Шолохов и Сталин. Сталин прочитал роман Шолохова. И Шолохов говорит, мы ваш роман замечательный, будем его печатать. И все эти разговоры насчет того, что он, белогвардейский роман, закончились. Потому что сложная была картина такая. И эта сложность проявилась в том, что вот Деникин наступал, наступал, наступал. И что он делал? Ну вот с точки зрения политической, конечно, буржуазной, делал страшную глупость. Он что делал? Отнимал землю у крестьян, крестьян вешал и порол. И вот он идет. И уже до Москвы осталось совсем немного. Вот он почти вот дошел до Москвы. Сейчас падет советское правительство. А крестьяне все хуже и хуже воюют. Потому что они смотрят, что он вешает крестьян, сбирает землю. А для крестьянина важнее земли ничего нет. Крестьяне в белой армии стали плохо воевать. Переходить в красную армию, а в красной армии стали лучше воевать. И что произошло? Красная армия пошла в наступление, разгромила. То есть она пошла в наступление не потому, что там командовали идти в наступление, а потому что сложились такие объективные условия, которые, между прочим, обеспечил Деникин. И погнала эту самую белую армию, выгнали их, и граждане, белогвардейцы, отправились на корабли и в Европу. На этом и закончилась гражданская война. Теперь вопрос о классах в социалистическом обществе. Социалистическое общество называется социалистическим с момента установления власти рабочего класса. Вот произошла социалистическая революция. у нас 25 октября, 7 ноября 1917 года. Спрашивается, а какая экономика у нас была 8 ноября? Ну, власть уже была советская, диктатура пролетариата. Экономика какая? Что в экономике произошло? А ничего не произошло. Правда, советское правительство издало декрет о рабочем контроле. Это что значит? Если я буду контролировать вашу деятельность, это что значит? А вот я буду сидеть рядом и смотреть, что вы делаете. Но смирно я должен сидеть. Если я просто контроль, я не должен вмешиваться в вашу деятельность. Не мешать, не подсказывать, тем более не заставлять. Таких прав мне никто не дал. Декрет о рабочем контроле позволял следить за одним, чтобы собственники средств производства не открутили хорошие нужные части от станков машины и оборудования и не побросали в него фонтанку, охту и так далее. Правильно? Почему? Потому что для того, чтобы сделать непригодным к использованию технику, нужно совсем немного знать, какие части от нее отделить. Поэтому, пожалуйста, хозяйствуйте, работайте. Люди смотрят только за тем, чтобы вы ничего не нарушили. Пожалуйста, как раньше вы хозяйствовали. И доколе капиталистическое хозяйство продолжалось. Когда национализация прошла в России? Тут присутствуют товарищи из Японии или из России? А то скажут, что вы нас спрашиваете? Мы же из Японии. Но это крупное событие национализации решающих средств производства в России. Ну, революция, я понимаю, там с винтовками, флаги, зимний дворец, штурм зимнего, а что там штурмовать? Петроградский гарнизон на стороне большевиков, войска Северного фронта на стороне большевиков. Аврора пришла, современный крейсер. Поэтому штурмовать нет, проблемы не было. А экономика-то какая? Что случилось на второй день? 8 ноября какая у нас была экономика в России? Ну что, произошло в экономике? Ничего не произошло. Ну была что ли, общественная собственность установлена? Нет? Так, другой вопрос. А 31 декабря 1917 года какая была экономика в России? Ну какая была, такая и была. А 5 января? А 9 января? Короче говоря, национализация, которая была подготовлена рабочим контролем, произошла только в январе 1918 года. А что значит национализация? Она объявила решающие предприятия, основные предприятия, перешедшими в собственность государства советского. Не все. И образовался такой сектор государственных предприятий. А остальные предприятия, как были частными, капиталистическими, так и остались. Потом, среди этих государственных предприятий, часть была по плану подчинена интересам общества. План только начал еще создаваться, только еще начатки планирования были. А когда был создан Госплан? План Гойлеров? В 1920 году. То есть, считайте, что до 1920 года социалистический сектор, то есть, который бы подчинял производство общественным интересам, и отвечал бы понятию общественной собственности, еще не сформировался. или, как говорил Ленин, коммунистический уклад. Поэтому только вот с 1920 года появился коммунистический уклад, и в России стало пять укладов. Какие? Первое, это патриархальный уклад. Это что означает? Человек производит, семья производит какую-то продукцию, и сама же ее потребляет. На рынок ничего не выносит. Никакого рынка не надо, ничего не надо. Веревку мы сделаем из конопли. Вот, пряжу мы сделаем. Сами придем. Ковцы у нас есть. Валенки сделаем, сваляем. Ничего нам не надо. Вот за солью, может, сходим. Или попросим муку смолоть, потому что мы зерно сами собрали. Привезем. Пять мешков. Один мешок отдадим за то, что смололи. А обратно привезем четыре. Все. Патриархальный уклад. Второй уклад. Мелкобуржуазный. Это мелкие хозяйчики, работающие на рынок. Они производят что-то, получают деньги, и на эти деньги то, что им надо, покупают. Очень большой уклад был. Третий уклад. Частнохозяйственный капитализм. Это что значит? Капиталистическое хозяйство. Хозяйство это ведется с целью извлечения прибыли. Есть наемные рабочие. И, так сказать, сколько наемных рабочих можно было иметь в период НЭПа. Государство регулировало этот процесс? Орегулировало. Ограничивало частный хозяйственный сектор. Капиталистический сектор ограничивало. Социалистическое государство пролетарское ограничивало. Можно было иметь трех рабочих. Больше трех нельзя. Три, пожалуйста. До какого времени это можно было иметь? Когда закончилась эта вот эпоха? Когда можно было иметь наемных рабочих? Только в середине 30-х годов. В чем состояла новая экономическая политика? Новая экономическая политика состояла в том, что она старая. То есть, что можно иметь наемных работников и вести капиталистическое хозяйство. То есть, вот третий уклад капиталистический. Четвертый уклад – это госкапитализм. Что это такое? Это предприятия государственные. Ну, они что производят? А то, что раньше производили. А где берут материалы, оборудование, сырье? А где раньше брали? Покупают на свой страху. Но, раз они государственные, они отдают прибыль кому? Государству. У нас вот сейчас такая же картина с нашими государственными предприятиями. У нас вот все предприятия сейчас, 70 процентов, которые производят ВВП, они все госкапиталистические. Это что значит? Они где хотят, там и берут сырье, материалы, с кем договорились, с тем и продают, сами все решают, организовано как акционерное общество. А прибыль кому должны отдать? Государству. Вот если я должен вам отдать прибыль, как бы сделать мне, чтобы меньше отдавать? Я должен подумать об этом заранее? Как? Советуйте мне? Не знаете? Ну, тогда я вам посоветую, если вы будете организовать такое предприятие. Вы, пожалуйста, себе поднимите зарплату в миллионы. А зарплата – это издержки. А прибыль, как получается, берем доходы и вычитаем издержки. А прибыль кому отдаем? Государству. Вот поэтому, если мы возьмем с вами Роснефть, то мы узнаем, что там члены правления Роснефти получают более чем по 24 миллиона каждый в месяц. Это издержки. А государство получает прибыль, а потом говорит, денег нет. Говорит Дмитрий Анатольевич, денег нет, но вы держитесь. Он говорит, держитесь еще пока. Но долго-то не продержитесь. Но есть и менее богатые предприятия. Газпром. Там всего 15 миллионов все направления получают. Вам вот дать 15 миллионов сейчас. С ума сойдете. Мы просто в целях безопасности вам столько не даем. Все с вами будет. Кто-то сразу с ума сойдет. У кого-то узнает, что у него 15 миллионов. Вот вы дойдете до дома или нет? Живая, я не знаю. Потом какие действия вы совершите? Это ужас. Представляете, у вас в сумочке будет 15 миллионов. Руку отрежут вместе с сумочкой. Ой, как опасно. В метро-то вы будете заходить, двери закрываются, сумочку забирают. Вы едете дальше. Раньше так шапки только брали, а тут 15 миллионов. Ужас. Так бы никто нас вот не подслушивал. А теперь в связи с тем, что там если сейчас что-то записывают, там много кто записывает, как узнают, что у вас 15 миллионов. Уже сейчас сразу приедут. Сейчас уже на вертолете прилетят. Забирают. Очень опасно. Ну там ребята привыкли у нас. В Газпроме члены управления нормально получаются. Ничего страшного. Все хорошо. Жить можно. Но есть и бедняки. Вот и ОРЖД. Члены управления получают, ну, какие-то 5 миллионов в месяц всего. Ну, это же вы понимаете, ну, что такое 5 миллионов сейчас? Когда у полковника Захарченко 8 миллиардов наличными прямо. А еще миллиард не наличными, там, в МУ, в качестве, недвижимости и так далее. Ну, есть совсем бедные, как вот члены руководящего органа Сбербанка. Ну, один так, 3 с небольшим получают. 3 700, 3 400 миллионов в месяц. Зато они как вышкальные там все работники Сбербанка. Почему? Потому что надо бесхечивать это. А кто туда деньги несет? А вот самые бедные несут. А кто наверху сидят? А вот самые богатые сидят. То есть что такое госкапитализм? Госкапитализм назначает, что предприятия-то государственные. Можно даже какому государству предпринимать? Прилитарскому. Диктатура рабочего класса. Тра-та-та. Красные знамена. Серпа и молоты. А хозяйство ведется, капитализм. И как с этим бороться? Да никак с этим вы не сможете бороться. Потому что если вы что-то хотите уничтожить, то есть превратить в ничтое, надо не ломать. А надо создать что-то более высокое. То есть нужно включить вот эти все предприятия в систему злугломерного подчинения производству общественным интересам. И они перестанут быть капиталистическими. И это было сделано, когда у нас? Только к середине 30-х годов. Вот к середине 30-х годов у нас уже была система планомерного обеспечения подчинения производству общественным интересам. И изменилась классовая структура общества. Что у нас, какая структура стала общество в середине 30-х годов? Есть рабочий класс, который осуществляет свою диктатуру. Есть колхозное крестьянство. Класс непротивоположный. Это не мелкая буржуазия, потому что она включена в весь процесс, общий процесс планомерного движения производства в масштабах всей страны. Иначе бы и войну не выиграли. Поэтому коллективизация и эту задачу решила, очень важную. И есть какой еще класс третий? Нету третьего класса. Есть интеллигенция, как тот слой, который обеспечивает интересы рабочего класса, крестьянства и всего народа. Да? Все. В итоге можно сказать, что при социализме, начиная с 36-го года, полностью уничтожены классы? Нельзя. Почему? Потому что, если мы возьмем классовые признаки, а классовые признаки лучше всего изложены в работе Ленина в Великим Почин, там говорится о том, что классы – это большая группа людей, которые отличаются по месту в исторически определенной системе общественного производства. Одни в городе, другие в деревне. Это важное разделение. По отношению к средствам производства, большей частью закрепленному или оформленному в законах. Одни собственники, другие – не собственники. Пароли в общественной организации труда. Одни подчиняются, другие исполняют. По размерам и способам получения той доли общественного богатства, которой они располагают. То есть, скажем, мастер получает премию за экономию зарплаты, а рабочий получает зарплату. Есть различия? Есть. По способам получения. Кто за что получает. Короче говоря, вот все эти классовые различия, в какой мере преобразовались? По отношению, различия между городом и деревней остались? Остались. Различия между теми, кто только подчиняется, как рабочие, всем подчиняются, начиная от мастера, и выше, и выше, и генеральный, и там дальше, и до самого главы правительства, главы государства. И только подчиняются. А есть люди, которые имеют распорядительные функции, начальник цеха, директор завода, министр, замминистра, и так далее. По размерам и способам получения, никогда этого абсолютного равенства в первой фазе коммунизма быть не может, его никогда не было. отличаются заработные платы. Поэтому социализм – это классовое общество или бесклассовое? А? Не слышу. Вы правильно делаете, что громко не говорите, потому что то, что вы говорите, неправильно. Цехализм – это же коммунизм. А коммунизм без классового общества или классовое? Коммунизм без классовое общество или классовое? Чего? Что, коммунизм без классового общества? Ну, первобытный был коммунизм, а опять коммунизм. Значит, очень просто, если на это вот в ретроспективе посмотреть, было безклассовое общество, потом было его отрицание. Это рабовладение, феодализм, капитализм. Потом отрицание, отрицание. Возвращение к коммунизму. К какому к обществу возвращение? К бесклассовому. Ну, какое это бесклассовое общество с родимыми, пятнами, капитализмом? А родимые пятна какие? Это означает, что еще не полностью преодолено деление общества на классы. Полностью не преодолено, но в основном-то преодолено. Антагонистические классы есть при социализме? Антагонистические есть? Что, рабочие классы и крестьянство антагонистические классы или нет? Нет. Или рабочие классы интеллигенции, интагонизм, есть антагонизм? Нет. Интеллигенции и крестьянства есть антагонизм? Тоже нет. Один хлеб добывает, другие учат, лечат. Науку двигают, которой все пользуются. Так что социализм – это такое бесклассовое общество, в котором еще полностью не преодолено деление общества на классы. Полностью не пределено, а в основном пределено. Почему? Потому что деление на антагонистические классы преодолено. А как вы себе представляли родимые пятна старого общества? Только так их можно представлять. Вот по этому вопросу, как показывает и моя практика, тоже путаются люди постоянно. Ну, чтобы не путались, нас снова вернули в классовое общество. Не волнуйтесь, все хорошо. Сейчас у нас общество какое? Классовое или бесплассовое? Классовое. Это чтобы легче было студентам. Заодно стипендию уменьшили. Нечего. Вы и так духовные блага получаете, еще вам материальные давай. Слишком будете жирно жить. Хочешь... Сейчас проблема похудения у нас решается очень легко. Некоторые целые программы делают. Достаточно стать студентом, и все. Как мы пели в студенческие годы. Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать. Так что все у нас, так сказать, это вот реакция, мы вернулись назад. Ну, мы думаем, мы же сопоставляем у нас. Мысль-то куда мы можем деть? Мы рассматриваем все общества, какие есть, в полной перспективе. Мы рассматриваем деление общества на классы. То есть классы полностью будут предъявлены, когда? При полном коммунизме. Или наоборот, лучше сказать, когда полностью будет предъявлено деление общества на классы, это и будет означать, что наступил не просто коммунизм, а полный коммунизм. Потому что когда просто наступил коммунизм, после капитализма, это социализм. А вот когда классы при социализме полностью преодолены, то это будет уже полный коммунизм. И поэтому, если вы возьмете ту же самую работу «Великий Пачин», то вы там увидите, что не написано, что социализм классового общества, а написано наоборот. Социализм есть уничтожение классов. Видите как? Вот социализм и классы поставлены как противоположные. Социализм есть уничтожение классов. Или социализм уничтожит классы, или классы стола начнут расходиться, и тогда будет уничтожен социализм. Это называется возвратное классообразование. В России, начиная с 1961 года, пошел этот процесс назад, и мы получили, тем более некоторые прямо говорят, классы общества при социализме, поэтому осталось только не вас поправлять, а жизнь подстроить под ваши высказывания, и опять получить классовое общество. С чем я вас и поздравляю. Мы живем снова в классовом обществе, в буржуазном, а у него есть целый ряд преимуществ перед феодализмом. Вас же сейчас не секут плетьми, но уже хорошо. У нас свободное общество, что хотим, то и говорим, кого хотим, того и критикуем. Кого хотите критиковать? Критикуйте меня, особенно перед экзаменом. Самое время. Или говорят, это ключи наверх, против начальства. Ветеранам какие льготы обещают. Идти на красный свет, заплывать за буйки и стоять под стрелой. Разные есть подходы. То есть попали, нас сюда привели, в капиталистическое обе, будем жить при капитализме, как наши прадеды жили. Жили же люди при капитализме, и мы проживем. Армянское радио спрашивает, когда будем жить при коммунизме? Армянское радио отвечает, при коммунизме уже жили. То есть поживите теперь при капитализме. Вам может легче при капитализме понимать классовое общество, все хорошо, легко и понятно, это все изложено. Вот такая получается у нас картина. Значит, вопрос о классах, это не вопрос только капиталистического общества, вопрос о полном уничтожении классов, и это вопросы целого периода, когда установился социализм, после переходного периода к социализму. И вот этот весь период социализма, это период классовой борьбы за полное уничтожение классов. А кто возглавляет эту классовую борьбу? Класс, который наиболее полно заинтересован и полное уничтожение классов. Как называется этот класс? Рабочий класс. Рабочий класс – это класс, который, реализовывая свои интересы, реализовывает тем самым и задачу полного уничтожения классов. Рабочий класс – это единственный класс, который не ставит своей целью увековечения классов, а ставит своей задачей полное уничтожение классов. И что в этом смысле означает диктатура рабочего класса? Диктатура того класса, который уничтожает классы, и, следовательно, всякую классовую диктатуру. Государство надо отменять, или оно засыпает, отмирает? Что значит отмирание государства? Нету таких преступлений, которые надо подавлять, а поэтому нету и применения мер государственного принуждения. Ну вот, скажем, нет убийств, нет наказания, а в законе написано за убийство, скажем, расстрел. Ну, никто никого не убивает. Значит, что происходит с этой мерой? Она засыпает. Вот у Ленина вы можете найти такое высказывание «Пусть смертную казнь…» Он не сам придумал, он ссылается на французского социалиста Поле Галлея. «Пусть смертную казнь отменяют господа убийцы». Как только господа убийцы отменят смертную казнь, то нет необходимости ее применять. У нас пока картина обратная. У нас убийца смертную казнь не собираются отменять. Вот, скажем, история с маньяками. Вы знаете, что маньяки – это люди, которые убивают серийно. Не десятки, а бывает до сотни. И вот битцовский маньяк. Его судили. Судья спрашивает, «Вот вы убили 50 человек». Он говорит, «Я не 50 убил, а 70». «Не знаю, – говорит судья, – «У меня по процессу проходит 50». Это идите в другое место, я вот здесь вот отпираюсь. Вот скажите, зачем вы это делали?» А этот битцовский маньяк, он убивал только знакомых. Приводил их в битцовский лесопарк. Ну, поскольку знакомые, гуляли. А у него с собой был молоток и бутылка. Молотком он разбивал голову, вставлял туда бутылку для верности, в голову разбитую, и сбрасывал труп в люк канализационный, в котором труп полностью разлагался и не оставлял никаких следов. После первого убийства прошло 9 лет, он убедился, что никто его не обнаружил, ничего, никаких мер не было принято, поэтому он стал это делать систематически. И вот когда ему судья говорит, чтобы убили 50, он говорит, «Нет, я убил 70». Тогда судья говорит, «А зачем вы это делали?» А я себя лучше чувствовал после этого. И вот сейчас у нас ситуация такая интересная, юридическая. То есть, юридически у нас смертная казнь не удалена из уголовного кодекса. Но принят мораторий, мы присоединились к мораторию и не применяем смертную казнь. А раз не применяем, то суды и не выносят. То есть, человек, допустим, убил 70 человек других, или там 15 детей из насилы убил, ну, его не наказывают. Его родители этих детей должны содержать теперь всю жизнь, пока он будет жить. Трудиться он не будет, надо его кормить и содержать. Примерно на одного убийцу 30 тысяч долларов в месяц надо затратить. Так что, значит, родители убитых детей должны раскошелиться и обеспечивать вот это. И не только они, а остальные тоже. Причем вот сейчас нынешний убийца, вот он идет мимо факультета журналистика, я выхожу, он знает, что если он меня убьет, то его не убьют. И я знаю, что если он меня убьет, его не убьют, а меня убьют. Мы в неравном положении. Кто в худшем положении, я или убийца? Я в худшем положении. То есть, как бы вот этот вопрос о государстве, он не усвоен. Государство не имеет целью и самоцелью применения мер принуждения. Вы не делаете нарушение законов, вас не трогает государство. Вы сделали нарушение, вас наказывают. То есть, наказание не есть позитивное какое-то начало само по себе. Оно имеет позитивный смысл, только как отрицание отрицания. Отрицание отрицания – это утверждение. То есть, наказание нарушителя имеет положительное значение. Само по себе наказание вовсе не имеет никакого положительного значения. Поэтому вы хотите, чтобы произошло отмирание, чтобы не было наказания, так надо, чтобы не было преступления. Не будет преступления, не будет этого. Не будет нищеты. Вот той, которая сейчас. Потому что вы, наверное, знаете, что откуда взялись убийцы-профессионалы. Как вы думаете? Они из тех органов, которые профессионально обучались точной стрельбе. И найти их не могут. Они оставляют оружие, они оставляют перчатки, всё, пожалуйста, берите. И не найти. Убийцы не находят. Откуда это взялось такое? Начали эти соответствующие ведомства закрывать. Выкинули безработных. А он ничего другого не умеет, как точно стрелять и попадать. Тут ему предлагают, вот он голодный, ничего у него нет, дети плачут, вот вам задача, иди пойти убить, получить деньги. Вот вам задаток, один миллион придёте и второй миллион получите. Но второй не всегда они получают. Могут его кокошить потом, того, кто убил. Это часто бывает, да? Убийцы убивают другие убийцы, чтобы концы никакие не оставлять. Или что такое безработное? Безработный – это человек выброшенный из жизни. А раз выброшенный из жизни, что вы от него можете расти? Всё что угодно. Его наняли и сказали, вот скажем, берём тот же самый Дагестан. Как вы думаете, в Дагестане было много замечательных предприятий, на них работала молодёжь. Вот она закончила, вуз или школу, и пошла работать. Я был в Дагестане, в Махачкале, это вообще рай был, надо сказать, в своё время. Рай там. В Махачкале, тут же в центре города, тут же пляж, Каспийское море, прекрасная вода, ребята такие все, спортивные. Если у нас катаются на досках, на ногах, там на руках по площади, по центральной там катаются, подтягиваются, прекрасно всё. Нету там предприятий, всё разрушено, всё ликвидировано, негде работать. Вот заканчивает человек школу, а в это время приходят другие люди, говорят, вы не хотите учиться? Военному делу будем учить два года. Стипендии будем платить, 10 тысяч, 10 тысяч – это невозможные деньги. А потом заодно обучим вас исламу, а потом объясним, что когда неверных убьёте, то вы на небо, а неверные, как я, они сразу в ад. И вот докладывают, что мы, значит, вот, нас раскрыли, боевиков, одному боевику 18 лет, другому боевику 19 лет, и они ликвидированы. Так, они ликвидированы, а как презупции невиновности? А как я узнал, что вы боевик? Вот так вот я не могу сказать, что вы боевик. На всякий случай ликвидируем, а там разберёмся. А что разбираться? Всё равно уже ликвидировали. Вы не заметили, что это? Поэтому, а что будет, если оставят их в живых, а они тем же самым будут заниматься? Поэтому уже, и все, и все будут кричать, что они ни в чём не виноваты, так называемые правозащитники, что они освобождали нас от тирании. Поэтому те люди, которым приходится сражаться с этими боевиками, у них выбора нету, потому что если они их не ликвидируют, то они сами будут ликвидированными. Как это делается? А вот объявляется режим контраррористической операции, как бы здесь законы сейчас не действуют, здесь можно убивать просто вот. Я считаю, что вы преступница, вас убил, и всё. А вы считаете, что я преступник, вы меня убили, и всё. В этом вот, только месяц дальше, вышире нельзя, всё. Вот такая ситуация. И как бы право нам не мешает, с одной стороны, право есть, всё, но вот в этом месте режим контраррористической операции, тут другое право есть. И тут смертную казнь применяют до суда. До суда. Сразу, раз и всё. А иначе никак с этим не поборешься. А главное, что нужно сделать для этого, главное, что нужно, чтобы было предприятие, чтобы учёба была, и чтобы можно было работать людям, и чтобы деньги они получали, и чтобы семьи им создавали, и чтобы можно было нормально жить, тогда будет меньше. Потому что надо думать об отмирании государства, а не о том, чтобы силы государства только подавлять. Подавлять приходится, но это не цель, и не самоцель. Поэтому это очень важный вопрос о классах. И вот если люди в этом вопросе не разбираются, они не могут ничего объяснить в обществе, и нормально, и ничего понять не могут. Поэтому вот этот вопрос о классах одни из центральных и важнейших вопросов. На этом я сегодня лекцию заканчиваю, а вот те товарищи, которые мне прислали письма, могут ко мне подойти. До свидания. До свидания. На самом деле, я не уверена уже сейчас, что я все правильно. Что вы не уверены? Что это все правильно. Что именно? Вот это? Да. Только не уверен, не обгоняй. Сейчас посмотрим. Ну вот вы знаете, что фашисты строили газовые камеры и уничтожали там людей. Это к культуре относится? Нет. Нет, да? То есть нельзя считать культурой все, что создало человечество. Да? Или все, что делали люди, все культура. У вас написано так вот, вот так вот, размыта культура, это активная, творческая деятельность людей. Творческая. Творческая, это же творческая, чтобы сделать газовую камеру, нужно творить же. А? Нет, это не творчество. Как не творчество? Нефотрируйте, нет. Ну никто до этого не делал, такие газовые камеры, это надо было придумывать. Потрясающе. Проект, а? Творчество не используется. А почему говорят натворил? Функция культуры, созидательная, функция общения, познавательная. Так раньше не было газовых камер, только немцы их создали. Я говорю, что это не говорится о том, что это нужно добавить слово созидательная. Тогда еще раз, что такое культура? Тогда все строится. Культура что такое? Сейчас создает человек в рамках активной творческой деятельности. Это все активно и творчество, что-то творят. Но культура все-таки... Созидательная. У вас вопрос как звучит? На который вы ответили? Культура, а... У вас как вопрос? Деяльная и духовная. Нет, вопрос как у вас называется, звучит. Вы прочитайте его, пожалуйста. Он так и звучит. Понятие культуры... Ну как? Вот не так, как он вы говорите, звучит вопрос. Вы даже вопрос, который вам я в качестве подсказки дал, его даже не помните, не формулируете. Ну как звучит вопрос, на который вы отвечаете? Понятие культуры, как накопленный опыт, а человечество, материальное, как опыт. Так вы накопленный опыт отличаете от просто творчества? Опыт в чем может состоять? Опыт может состоять обязательно в том, чтобы что-нибудь делать, или общество может состоять и в том, чтобы чего-нибудь не делать? Вот если что-нибудь не делать в этом не состоит, разве опыт? Что-нибудь больше такое не делать? Это творчество? Это не творчество. А опыт состоит в том, чтобы так больше не делать. Вот Нюрнбергский процесс объявил эту деятельность античеловеческой, которую совершали нацистские преступники. То есть если кто-то сейчас этим занимается и пытается это творчески реализовывать, эта деятельность является, так сказать, входит в культуру или нет? Не входит. Вы как понимаете опыт? Вот если опыт, бывает опыт положительный и отрицательный. Вот это вы сделали так, и получилось хорошо. А вот это вы сделали, нехорошо. Что такое накопленный опыт? Так мало того, что опыт, так и делали абажуры из человеческой кожи. Это творческая деятельность. До этого никто не делал. Вот немцы сюда приезжают, рассказывали нам, мы вот, у нас культура там, то, сё. Я говорю, да, мы вот не выросли, у нас культуры такой не было, мы из человеческой кожи не делали абажуры, а они делали. Это творческая деятельность, еще никто не делал, а они сделали из кожи абажуры. Ну, матрасы делали из человеческих волос. Ну, зачем трупам волосы, они же не нужны? Вы сейчас говорите. Как, и что говорю? Я говорю то, что вы не... То есть, ваше понимание культуры не отсекает это, вот резко не отсекает такое. А накопленный опыт – это извлечение уроков из истории. Вот не все, что делалось в истории, надо считать культурой. Даже если кто-то над этим задумывался и творил долго. Размыто вы написали, то есть у вас так вот это размыто написано, и поэтому не очень резкую грань проводит между культурой и другими процессами, противоположными. У вас понятие культуры характеризует человека, определяет меры его развития и самовыражения. Так и непонятно, кто культурный, кто некультурный. Культура определяет меру. О, какую меру? Вот как узнать? В расплывче-то как-то получается. Так, а это у нас второй вопрос. Типы цивилизации. Ну вот вы говорите, Вебер под культурой понимал качественно. Зачем в другом вопросе? Типы цивилизации, их основные особенности, опять же, зачем-то туда забрели с культурой в этот вопрос? Это связано. Ну, написано, а что у нас не связано? Все связано. Ну, я решила связать Ну, а что такое? А вот вы качество знаете, что такое? Вот я сомневаюсь. Качество – это что? Подводите, качественное в сторону жизни. Ну, что только качество? Ну, что это вот этим сказано? Качественная сторона жизни. Ничего не сказано. Степень – это уже количество. А вы качественную в сторону жизни. Вы качество категорию знаете, где оно содержится, как понятие качества, что такое. Ну, наверное, в чем-то не связано к качеству. Ну, если совсем, да, можно потом сказать, к качеству. Нет, это вы найти можете у Гегеля в науке логики, в учении о бытии. Качество есть первая непосредственная определенность, взятая, изолированная сама по себе. Поэтому ничего такого глубокого вы вот в этом слове такого не найдете. Потому что качество, вот есть определенность, определенность есть отрицание. Вот вы берете это, изолированное само по себе, вот это качество. А как соотносится цивилизация и вот формация? Цивилизация и общественно-экономическая формация. Ну, вот есть понятие общественно-экономической формации. Мы сегодня рассматривали его. А есть понятия цивилизации. Как они соотносятся? Можем сказать, это вот страна относится к такой-то формации. И одновременно вы говорите, она относится к такому-то типу цивилизации. А в чем разница? В чем? Как соотносятся эти два понятия формация и цивилизация? Формация – это определенный строй. Я бы сказала, что формация – это определенный строй, а цивилизация включает себя гораздо больше вещей. Гораздо больше всяких, так сказать, других определенностей, да? Да, и культура, и общественность. Да, 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 да. Да, хорошо. Ну, а чем это конкретно? Что она, что включает в себя того, что не выражено в понятии формации? Вот мы сегодня рассматривали понятие формации и выяснили, что она включает в себя производительные силы производственных отношений, то есть способ производства и базирующийся на нем политическую, идеологическую, юридическую надстройку. Так, что еще включает, не включает формации, а включает цивилизация. Назовите, перечислите, пожалуйста. Культура. Культура. Полностью со всеми вытекающими. То есть есть информация у нас экономика и политика, и, соответственно, политическая модель, то цивилизации, причем эти модели могут меняться? Да нет, это вы уже, оно все меняется у нас. И вы меняете, и я меняюсь. И это не модель, это общество. Почему это модель? Это не модель. Модель это у нас, мы ее что-то построили, ее мысленную модель. Это мы описали общество в его существенных чертах. Какие-то черты, как вы правильно сказали, здесь не выражены. Культура. Кроме культуры еще чего не выражено? Я бы назвала какие-то природные, то есть цивилизации, они же могут быть еще привязаны к рельефу, там, географические особенности, да. Географические особенности. Но географические особенности, ну, они сами по себе не относятся, наверное, к цивилизации. Цивилизация, она на этом базируется, просто она от них зависит, от этих природных особенностей, правильно? Я считал, что в культуре это будет ярко выражено. В культуре, но в культуре уже сказали. Также это язык включается. Да, язык включается, да, правильно. На экзамен. История и национальная состатная. Пан Симович, это не консультация. Да. На консультации можно спросить, если то, что непонятно. Всего вам доброго, до свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо.